Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу вас познакомить с одной статьей, которая вышла в российском журнале «Секрет фирмы». Статья называется «Красота среди бегущих. Куда и как бегут бизнесмены от российского правосудия». Здесь есть интересные данные. Регистрируются в России 100 тысяч экономических преступлений. И судебные приговоры, оправдательные, выносятся только 0,4%. То есть, меньше 1% оправдательных приговоров. То есть, если на человека возбуждено уголовное дело, то его, скорее всего, либо посадят в тюрьму, либо дадут срок условный, что тоже судимости, нервы, деньги. Понятно, что никто не хочет за то преступление, которое он не совершал, получать даже условный срок. Как, например, известная история с Алексеем Навальным, которая произошла в городе Кирове. Наверное, все ее знают. Ну вот, сама статья. Я сейчас перешел на сайт журнала. Статья вышла 19 октября 2016 года. Корреспондент Виктория Чарочкина. Я, кстати, поблагодарил в Фейсбуке за то, что она сделала такую подробную статью. На самом деле, наверное, это вторая статья, которую я, во всяком случае, отметил. Первая статья была в Форбсе. Как раз там моя история была рассказана. И вообще, по-моему, вот эта статья в Форбсе, она была первая в истории российской прессы, когда рассказана о бегстве предпринимателей, не олигархов типа Березовского и Гусинского, а людей из малого и среднего бизнеса. И вот вторая статья, вот эта, которая сейчас я рассказываю, это статья и секрет фирмы. Это российский журнал. Здесь подробно рассказано как раз по странам, куда бегут, откуда экстрадируют, откуда не экстрадируют. Ну вот, читаем, если вот цитата из статьи, США и Великобритания между этими странами выбирают многие беглецы. Здесь как раз тоже небольшая информация о нашей компании. В случае выдачи предпринимателей из США в Россию единичный, сбежавший из России бывший владелец инвестиционного фонда Кубани Юрия Моша, даже пытается строить бизнес на соотечественных беглецах. Он запустил компанию, пока не поздно, которая таким людям оказывает поддержку. Социальная адаптация, лицензия, адвокатскую деятельность. Компания не обладает, сотрудничество с американскими юридическими конторами. Да, уже шесть лет проект пока не поздно существует. Мы помогли очень большому количеству людей, которые действительно пострадали от экономических преступлений. Неправильно сказал, от экономических захватов бизнеса. Когда происходят трейдерские захваты и люди, которые ни в чем не виноваты, попадают в тюрьму. Я много рассказывал на эту тему в моих видео, что как только начинается первый допрос, первая повестка, нужно уезжать. Уезжать нужно действительно либо в Великобританию, либо в США. Это две страны, откуда практически невозможна экстрадиция. И, конечно, в этих странах предприниматели, которые не виновны, могут получить защиту со стороны государства Великобритании, либо Соединенных Штатов. В Европу бежать нельзя, это опасно. Из Европы огромная вероятность, что вас выдадут в Россию. Очень плохо дают политические убежища в Европе. Ну и, конечно, самая главная проблема предпринимателей, которая существует, это то, что они верят своим адвокатам, которые говорят, мы тебя спасем, все будет хорошо, судьей договорились. Но, как показывает практика, не всегда судьей договариваются, не всегда можно спасти, и человек оказывается за решеткой. Поэтому я думаю, что 99% людей, они не верят в свободу, они верят в то, что они решат там у себя в своей местном, скажем так, болоте, можно так выразиться, и договорятся действительно там с прокурорами, с судьями, со следователями, и останутся на свободе, а дело против них закроют. Но, как показывает практика, не всегда так происходит. Поэтому я сам тоже очень колебался, когда уезжал, и все-таки принял решение, что свобода лучше, чем тюрьма. Это и стал, кстати, лозунгом компании «Пока не поздно», что на свободе лучше, чем в тюрьме. Поэтому выбор за вами, уважаемые предприниматели, но почитайте эту статью внимательно, посмотрите статистику. Еще раз хочу повториться. Меньше 1% оправдательных приговоров. И я всем даже так рекомендую, что если вы действительно правы, и вы думаете, что там ваши адвокаты все-таки смогут вас защитить, заплатив взятку или не заплатив взятку, хотя, конечно, наверняка только можно заплатить взятку в России, закрыть уголовное дело. Но все равно пытайтесь переждать вот этот сложный процесс за границей, либо в Великобритании, либо в Соединенных Штатах. А потом, если уже все у вас там уладится, и вы не можете жить без России, матушки, ну, вернетесь в свою Россию, в свое болото. Вот. Поэтому будьте начеку, не храните дома никогда заграничный паспорт. Он должен быть спрятан. Следователь его может изъять. Всегда должна быть виза у вас, либо английская, либо американская. Всегда у вас должен быть на готове путь побега, то есть, либо через Белоруссию, хотя если там все очень усложнилось, либо через Грузию. Ну, есть пути, позвоните, расскажу, подскажу. Вот. Если уже попались, и там браслет одели на ногу, ну, браслет ограничения свободы тоже, можно раскрутить, снять, есть схемы, и нужна помощь, обращайтесь. ПОДПИСМЕНТЫ ИНТОМЕНТЫ ИНТОМЕНТЫ